Мальчишка русский, взяли в плен. Шариатским судом ему объявили. Прямая Ислам. Ислам и Слова, понимать. С парня живого сняли кожу. Остался жить. Это главарь банды, он же шариатским судом винул. Его расстреляли, похоронили. Длительное время стал собеседником. А потом сам этот бандит, сам сказал, я уже не могу, у меня на камне. И стал о нем давать информацию, где похоронен. Мы сейчас решаем работу вывести этого парня. Отвечу, кто это сказал. Видный теоретик Клаузовец. Он сказал, пока не похоронен последний солдат, войну нельзя считать. Ну я думаю, солдат критиковать не надо. Мы выполняли свой войск. Я вам хочу сказать, то, что сегодня начинал говорить, сейчас скажу. Буквально на днях в Государственной Думе Российской Федерации будет проходить заседание, на котором будет признана другая оценка. Чтобы вот войск в Афганистан было правильным, своевременным решением государства. Если этот вопрос решится, я хочу, чтобы Москва была для начала, пилотный вариант. Чтобы в Москве вопрос обеспечения живых ветеранов будет действием. Максимум, 35-я мужчина, максимум. Чтобы не так, как по Великой Отечественной войне. 60 лет войне, победа. А мы сейчас решаем жилищный вопрос ветеранов, которым уже под 90. Ну о чем мы шутим? Это просто... А в стране проигравшей войну в Германии, тогда эти вопросы решены. Поэтому, ну как вам сказать, мы сегодня решаем. Отсюда деньги, отсюда, отсюда, отсюда. За это мы можем даже... То, кто дает деньги. Гранты президента. Плюс мозги. И мы можем без государства закрыть. Все проблемы у нас. Ну, начнем как пилотный вариант по Москве. А потом, может, в каком-то отдельном кишлаке узбекском сделаем. Построили для жены умершего афганца. У нее... Ее муж умер, брат умер. Мы построили дом 500 квадратных метров. Один из самых крутых домов в Кабардино-Балкарии. Возле дома пришло свыше 50 тысяч людей, чтобы посмотреть на чудо. Афганцы приехали, построили дом. И меня что радует, что строили-то в Узбеке. Где сейчас в Узбеке нет? По-моему, и в Антарктиде. Ну, другой вопрос. Мы сегодня уже хотим построить целую улицу в Калмыкии. Там землю выделим. Мы хотим типовыми домами. Хотя бы... Для ветеранов афганцев. Конечно. Один раз. Мы это все рассказал, что должно делать государство. А не Ковалев. А государство должно делать. Вы вообще-то с такими планами должны сидеть вообще-то тоже. Мы надеемся, надеемся. Ну, ты понимаешь, вот я когда иногда общаюсь, ну, как бы, ну, не, получается уже некоторые вопросы, легче решить самому. Потому что пока до этих сидений достучишься, блядь. Пальцы ободрешься. Когда Дмитрий Анатольевич в плане в доме ветеранов с кандидатом в президенты Дмитрий Анатольевич. И мне Юрий Михайлович Лужков подсказал, что в это время Департамент Судо-Защиты перестал выделять автомобили для ветеранов. Ну, мне Лужков раз, я говорю, Дмитрий Анатольевич, решите задать вопрос. И задаю вопрос, говорю, перестали выделять. Он на меня, говорит, вот Голикова сидит, законопроект давай. Ну, я подсветился, за неделю дал законопроект. И что вы думаете, 65 тысяч ветеранов получили же Голи? Мелочь, приятно. Я тремя, я очень затягиваю. С 65-х годом, 60-х победовали. Слишком дороже обходишься, такие твои планы. Но тем не менее, кто ребят получили квартиры сразу. Это же большое дело. Оно. Оно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова